Ну, кому-то это подходит, кому-то нет. Ну, то есть на гвозди встала и начала повторять молитву, да? Ну, мне кажется, нормально, если вам нравится. Вот, допустим, я, мне не подходит, меня сильно напрягает, у меня и так высокий тонус. Бывает у людей слабый тонус, низкий, они вот клюют носом постоянно, там, чуть отвлекся, уже, ну. Ну, тогда на гвоздях хорошо, тонус повышается, на гвоздях тонус повышается. А если у человека тонус высокий, он напряженный, сам по себе, он не засыпает, он встанет на гвозди, это разрушит его здоровье. Поэтому нужно вот конституцию свою учитывать. Это сильно тонизирующая вещь, на гвоздях лежать, там, стоять. Поэтому и плекаторы точно так же, это не всем подходит. Но если вам подходит, вы чувствуете, что вам хорошо, можете так делать. Вот мне казалось, наоборот, расслабляет. То есть, после того, как напряжение, и через какое-то время это напряжение уходит. Ну, значит, вам подходит. Потому что некоторые могут, вот, если вам не подходит, вы, допустим, встаете на аппликаторы, стоите, а потом у вас скручивает поясницу, и вы неделю не можете разогнуться. Это, значит, не подходит. Ну, то есть, надо аккуратно с этими вещами обращаться, потому что кому-то подходит это, а кому-то нет. А это увеличивает эффект молитвы, то есть, как аскеза? Чем больше вы концентрируетесь, что помогает концентрации, то и увеличивает эффект молитвы. Допустим, можно вообще, как бы, на голову встать, вот, и молиться на голове стоять. У кого-то от этого увеличивается эффект концентрации внимания. Ну, то есть, любая аскеза может увеличивать, а может нет. Это зависит от того, как ты ее воспринимаешь. Вот, допустим, некоторые на гвозди встанут, и они будут невыносимо больно, поэтому не будет увеличивать эффект молитв. А если вы не сильно обращаете на это внимание, а тонус повысился, то будет хорошо помогать. Спасибо.